Привет, друзья! Как меня слышно? Поставьте плюсики в чате! Как меня слышно? Видно? Видно ли слайды? И мы начинаем нашу планерку. Ровно в 10.00 вместе с курантами по Москве и объявлением времени по радио мы начинаем с вами нашу пятничную планерку. Еще раз здравствуйте! Я Булавцев Михаил, один из лидеров спикеров данного интернет-проекта «Карьера онлайн». И сегодня пятница. Сегодня я вас буду будить, мотивировать и, как обычно, по пятницам показывать статистику нашу. У нас осталось до закрытия каталога номер 16 буквально два дня, а мы уже с опережением идем по сравнению с каталогом номер 15. Так, друзья, перед тем, как я начну говорить статистику, жду от вас результаты вашей работы. Результаты работы прошлого дня, недели, каталога в целом. Чем вы можете похвалиться, чем вы гордитесь собой, своей командой, достижения, какие у вас были. Пожалуйста, пишите в чате для поддержания общения. Итак, у нас групповой товарооборот по российской ветке составляет на утро сегодняшнего дня 17105 баллов. Для сравнения, в прошлом каталоге, в каталоге номер 15, мы закрыли, каталог закрыли с результатом 15600, то есть уже опережаем на 1500, и у нас еще два дня. Давайте увеличим еще разрыв как минимум на 2000-3000 баллов, то есть 20000 сделаем легко. Велнос, еще не все совершили заказы, 1127 баллов. К нам в команду за эти неполные три недели пришло 73 человека. 16 из них совершили свой первый активационный заказ, и 9 человек у нас прошли первый шаг стартовой программы. Огромное количество, конечно же, новичков у нас активных присоединилось на протяжении этого каталога. Как результат, вот вы видите цифры, 9 новичков прошли первый шаг стартовой программы. Еще большее количество партнеров прошли свой очередной шаг стартовой программы, и это очень радует. Радует то, что в команду приходят активные партнеры, которые видят преимущество, видят достоинство работы вместе с компанией Reflame, и берут все по максимуму. Супер. А всех дословно, пофамильно мы узнаем, услышим в понедельник на подведении итогов работы каталога номер 16. В понедельник ждем всех в гости на онлайн-банкет. Так, Оля Амангалиева, почти 300 баллов, 2 личные регистрации за каталог. Супер, Оля. И у нас еще 2 дня. Так, двигаемся дальше. 26 человек мы разбудили, реактивированных 26. И это без учета каких-либо акций. То есть у нас по реактивированным людям акций никаких на данный момент нет. То есть мы и без акций можем сделать потрясающие результаты. И активность 55,5%. Ну, до 70 нам нужно еще работать. 2 дня у нас есть для того, чтобы всех разбудить. Как найти данных людей, как их разбудить, сегодня узнаете в семинаре, буквально после планерки, работа с информационным листом. Сейчас у нас многие партнеры открывают новые уровни со своими командами. И, соответственно, им необходимо знать, что же творится у них в команде. Ну, это как промоушен нашего семинара. И чуть позже мы продолжим наш семинар. Так. Да, поздравлялка будет очень длинная. У нас очень много номинаций, поздравлений. Будет очень потрясающий звездный каталог. Так, Наталья Григорьева у нас хвалится результатами. 230 баллов личных, 7 личных регистраций. Супер! Один рекрут, собеседование каждый день. Молодец, Наташа. Вот прям чувствуется, что у тебя уже поперло. Здорово! Так, друзья, ну и двигаемся дальше. Я хотел бы рассказать немного мировой статистики. Ну, не только мировой, а вот статистики той, которая окружает нас. Все вы знаете лестницу успеха. Какие уровни, какие звания нас с вами впереди ожидают. Какие зарплаты, премии, бонусы нас ожидают с вами. И для кого-то могут оказаться, показаться данные цифры такими нереальными. Что все привыкли работать на наемной работе за двадцатку. И все, больше нам никто не заплатит. А если говорить уже о двадцатке тысяч долларов или сотен долларов, то здесь уже все, мозги взрываются. Друзья, вчера у нас, даже сегодня ночью, у нас Джамиля Горбатка, все знаете Джамилю Горбатка, открыла уровень звания сапфирового директора. То есть сейчас немного пробежимся по результатам других лидеров, для того, чтобы увидеть, что все реально, что компания Reflame готова платить вам такие вот бешеные деньги. Что никто тут не обманывает, никто золотых гор и сказочных зарплат не обещает. Все зависит только от вас. Итак, что же такое у нас сапфировый директор? Это четыре директора в вашей команде, в первой линии. Четыре директора, которым... Четыре партнера, которым вы поможете выйти на уровень, как минимум, директора. А я вам скажу еще больше. Под Джамилей растет, даже с опережающими ее темпами, ее активный партнер Даша Птушкина. Все, наверное, ее знаете. Девушка 21 года. Она раньше Джамиле открыла сапфира. Круто. Итак, что дает нам уровень звания сапфирового директора? Средний годовой доход 1 миллион 650 тысяч. То есть порядка 140 тысяч в месяц. Круто. Премия за закрытие данного звания 4 тысячи долларов. Видели, по какому курсу сейчас доллар торгуется? Теперь умножьте на 4 тысячи. Это премия. Единоразовая премия. Приглашение на два лица на банкет директоров. Возможность участия в золотой конференции. А на будущий год золотая конференция у нас просто нереальная. Два лайнера. Может быть, их даже будет больше. 50-летняя юбилейная конференция. И золотой значок сапфиром. Друзья, когда вы видите план успеха или лестницу успеха и читаете, какие значки вручаются за закрытие определенных званий, Как вы думаете, из настоящих драгметаллов они изготовлены или все же там позолоченные или бижутерия? Какие есть у вас предположения? Напишите, пожалуйста, настоящее или... Ага. Кто еще думает как? И вы абсолютно правы. Настоящее золото. Настоящие драгоценные камни на данных значках. И вот такой золотой значок сапфиром ждет у нас Джамилю по закрытию звания сапфировый директор. Двигаемся дальше, друзья. И это еще не все. На этой неделе семейство Долженко, Антона и Ирина, знаете таких семейств Долженко? Мы с ними были летом на лето море Арифлейм. Они тогда, будучи в Крыму, открыли уровень исполнительного директора. На море. Через телефон. Буквально просто общаясь по интернету через телефон. И, курируя своих партнеров, открыли уровень исполнительного директора. И что вы думаете? В прошлом каталоге они... Ой, в этом каталоге, на этой неделе, они закрыли уровень исполнительного директора. Где у нас этот уровень исполнительного директора находится на плане успеха? Он очень-очень высоко уже находится. Теперь давайте посмотрим поближе. Что же дает нам уровень исполнительного директора? Это 12. Для того, чтобы достичь данного уровня, необходимо у себя в первой линии помочь 12 партнерам выйти как минимум на уровень директора. Могу сразу сказать, что у них в команде, ну, летом было, не помню, 6 или 8 бриллиантовых директоров. Не просто директоров, а бриллиантовых директоров. Сейчас я уверен, что ситуация значительно изменилась. Конечно же, в большую сторону. Это, как минимум, 12 директоров в первом уровне. Средний доход исполнительного директора 6 миллионов рублей в год. То есть, примерно 500 тысяч рублей в месяц. Это средний. При правильном построении структуры, там доход будет гораздо больше. Ну, средненький такой. От 500 и больше. Может быть, до миллиона дойдет. Все зависит от того, как правильно вы строите структуру. Друзья, теперь задумайтесь, что вы сделали бы с такими деньгами. Какие мечты вы исполнили. Итак, дальше. Единовременная выплата. 24 тысячи долларов. И снова умножьте на текущий курс и просто обалдеете. Приглашение на 3 или 4 лица на банкет директоров. То есть, здесь вы можете поехать всей семьей, например, с детьми. Или, например, собрать своих молодых активных партнеров для мотивации. Возможность участия в золотой конференции. Раз. Бриллиантовой. Два. Исполнительной. Три. Просто. За один год вы будете путешествовать как минимум 3 раза. Бесплатно. И получаете значок. Исполнительные директора семейства Долженко получают золотой значок с рубином. За закрытие звания исполнительного директора. Друзья, это еще не все. Буквально сегодня ночью пришло сообщение у нас в филиальном чате, что в Китае, все знаете, Китай, страна активно развивается в плане развития сотрудничества с компанией Reclame. И все знаете, какие там цены мы скидывали. Для примера, аналогичные цены на продукцию. Прям каталоги брали, сравнивали набор экологен у них и набор экологен у нас. Если он у нас стоил, я не помню, когда мы это делали, летом или весной, когда набор экологен на ВЭЧ экологен у нас стоил 4 с небольшим тысячи рублей, он у них стоил почти 20 тысяч рублей. То есть разница в цене огромная. Продукция, стоимость на продукцию устанавливается не только из стоимости производства, из себестоимости, но и исходя из внутриэкономических, вообще всех политических, экономических, социальных статусов страны. То есть если уровень дохода в стране высокий, то, соответственно, и цены там будут высокие. Поэтому нам работать гораздо легче. Итак, друзья, в Китае сегодня ночью открылись два новых звания. Точнее, закрылись. И как вы думаете, на каких ступеньках эти звания находятся? Вот здесь вот. Вот здесь, близко к самой верхушке. Давайте посмотрим повнимательнее, что же это за звания. И это президент и старший президент. Сегодня ночью закрылись два звания. Президент и старший президент компании Арифлейм в Китае. И что же нужно сделать для того, чтобы стать президентом в компании Арифлейм? Это 24 директора в вашем первом уровне. 24 директора. То есть 24 людям вы помогаете выйти на уровень директора. Я уверен, что данные люди уже будут не просто директорами, а бриллиантовыми, исполнительными. Возможно, кто-то из них будет президентами, дойдя до такого уровня. Средний доход президента от 12 миллионов рублей в год. То есть миллион в месяц. От. Все зависит, конечно же, от построения команды. Миллион в месяц. Теперь разделите на 30. Порядка 30 тысяч рублей в день. Зарплата президента 30 тысяч рублей в день. Дополнительные привилегии. Премия единоразовая 100 тысяч долларов. Автомобиль Mercedes E-класса, который стоит от 2,5 и более миллионов рублей. Просто компания его вам подарит. Полеты в бизнес-классе. Что значит полеты в бизнес-классе? Например, вам необходимо куда-то перелететь. Например, отдыхать или к родственникам, к друзьям. Для президентской команды компания Reflame предоставляет возможность перемещаться по миру на корпоративном самолете. Вы просто-напросто оставляете заявку руководству компании Reflame, что такого-то числа, таким-то составом вы хотите перелететь в такой-то город или страну. И все. Компания Reflame так сказать, хотел сказать, подгоняет, присылает за вами самолет. И вы пользуетесь корпоративным самолетом. Совершенно бесплатно. Приглашение на персональный стол, на банкет директоров, возможность участия в золотой бриллиантовой исполнительной конференции и золотой значок с изумрудом. Круто, да? Так, Миша, ты нас пугаешь. Мы... Я не пугаю. Это все реальные выплаты компании Reflame. Двигаемся дальше. У нас еще впереди старший президент. Старший президент. У нас уже 24 директорских команды у вас должно быть. И 6 бриллиантовых ветвей. Здесь я говорю, гораздо больше будет бриллиантовых ветвей на таких уровнях уже. Средний доход старшего президента гораздо выше. Уже порядка 1,2 млн рублей в месяц. Уже получается... Обратите внимание на единоразовую премию. Если президент получает 100 тысяч долларов, то старший президент, следующая ступенька, 200 тысяч долларов. В два раза больше. И то же самое. Полеты в бизнес-классе, приглашение на персональный стол и бла-бла-бла. То есть уже... У вас загранники будут заканчиваться быстрее, нежели... Быстрее из-за того, что будут заканчиваться места для печати, нежели срок будет выходить. Так. О! Катя на таких вот радостных, мотивирующих новостях получила регистрацию. Здорово! Итак, друзья, как вам такая мотивация? Как вам такие зарплаты? Круто, да? Друзья, и сегодня у нас вот на таких вот новостях мы двигаемся дальше. Сегодня у нас гость, сегодня у нас дебют у нашего активного партнера, у нашего менеджера 9%. Пока еще менеджеры 9%. У нас еще два дня для того, чтобы изменить изменить статистику, сегодня у нас выступает Гришина Наталья, город Саратов, зарегистрирована буквально полтора месяца назад, 10 октября 2016 года. Она второй каталог с нами в проекте, и посмотрите на результаты. Каталог номер 15, личный заказ активационный, 26 баллов, и групповой 205. Текущий каталог номер 16, на вечер вчерашнего дня, результаты, личный заказ 208, и групповые 1002. Прирост в 5 раз. И у нас еще два дня. Наташа покажет нам, как нужно работать с командой, как нужно строить команду изначально для достижения быстрого результата. Итак, передаю слово Наташа. Наташа, ты жмешь везде «Согласиться» и начинаешь делиться с нами своими результатами, своим успехом, своими секретами. Привет, команда, меня слышно? Поставьте плюсики, если все хорошо слышно. Отлично. Всем привет. Как Миша уже сказал, меня зовут Наталья Гришина. Ну, мне кажется, что я зарегистрирована все-таки 12 октября, но это не так важно. И сейчас у меня уже чуть-чуть больше баллов по группе. Это тоже не глобально. Вот. Давайте расскажу немножко о себе, да? Ой, мое чудо тут Миша сделал. Ну, эту фотку я уже в чате показывала, пока мама разговаривала с Яной Степановой, со своим спонсором. Моя Ляля немножко намазала на себя крема с ног до головы. Вот мои ребятишки, детишки, да? Старшенькие, уже на втором курсе СГУ учатся. На бюджете, кстати, что тоже немаловажно. Вот моя девочка, любимая припевочка Ариша. Я нахожусь в декрете. Вот. Ребенку уже год и четыре, то есть скоро, по идее, надо выходить на работу в полтора года. Но я так задумалась, что почему-то этого очень не хочется. Да? Почему не хочется? Потому что работаю в торговой компании. Если кто-то работал в торговых современных компаниях, знают, как там все очень жестко, так скажем. Когда матом на тебя кричат в трубку, если ты не выполняешь план, когда пишут тебе, опять же, мат в письмах, опять же, почему-то там чего-то не выполняешь. То есть я, в принципе, руководитель среднего звена в торговой компании. Вот. Ну да, Лили, совершенно правильно говоришь, что и лялю мою не хотелось оставлять, потому что в 40 лет родить ребенка и потом уйти на работу, это как-то не очень хорошо, да? Хочется наслаждаться каждым днем, когда вместе находимся и каждый день она чем-то отчебучивает, новые слова говорит и так далее. Вот. Ну и, соответственно, и на работу на эту тоже не хотелось. Почему Арифлейм? Ну, для начала скажу, что я была в Арифлейме. Вместе с Лилией когда-то давным-давно мы бегали с каталогами 12 лет, 13, 10 лет назад. Вот. Ну, было как-то не очень весело, потому что, ну, во-первых, интернета не было, сейчас проще стало людей позвать, людей замотивировать, все можно онлайн, по телефону, тогда и сотовых толков не было ни у кого. Вот. А главная, наверное, причина была в том, что не было у нас такого руководителя, которым сейчас являются Лили с Мишей. Большое спасибо, потому что на самом деле они не мотивируют, они не помогают, они не зажигают, они сами горят и нам помогают загореться. А тогда у нас, не будем называть имен, но была директор, которой неинтересно абсолютно было, чтобы ее команда росла вверх. Ширь, да, может быть. Вверх ей было неинтересно. Ну, вот немножко про мои мечты Миша подсказывает, что надо поговорить. Но я бы не назвала их мечтами. У меня как-то плохо с мечтами, я человек реалистичный, не воздушный. Я обычно не мечты, а цели ставлю перед собой. Вот у меня цели ближайшие. Так как ребенок у меня уже взросленький, старшенький, мне надо ему построить квартиру. Вот. А себе хочется уже автомобильчик какой-нибудь, кашкайчик, например, кроссовер. То есть хочется ездить с комфортом уже. Сейчас у меня есть машина, тоже неплохая, но хочется уже получше. Получше хочется. Биби, 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 Биби. Вот. Почему сейчас кори? Да, правильно, Миша, хороший вопрос. Биби, 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 Биби. Биби, 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 Биби. Да, мамина машина будущая. Уграй пока, пожалуйста. Почему сейчас Арифлейм? Сейчас скажу. То есть я поставила себе цель и не выходить на свою основную работу хотя бы до трех лет, пока будет ребенку. А так как у нас государство... Ариш, ну давай на ручку. Так как у нас государство перестает платить полтора года мамочке, то надо было искать какой-то дополнительный заработок, чтобы какой-нибудь неполный день или график скользящий, чтобы не каждый день ходить на работу, и не с утра до ночи. Я полезла на Авито. На обычное наше Авито. И там натолкнулась на несколько объявлений, что зовут Арифлейм, работать в интернете без как бы никуда не ходить, ничего, все в интернете. Я задумалась. Вроде все про интернет знаю. Фу, про Арифлейм знала. А тут интернет. Как это интересно за каталоги. Это же все надо носить куда-то. Ну, короче, меня заинтересовало. Я уже даже задумывалась позвонить по этому какому-нибудь телефону и разузнать. И даже не исключаю возможности, что меня бы уговорили подписаться. Но тут я вспомнила, что у меня есть замечательная знакомая Лилия Дорстова. Думаю, что я туплю? Зачем мне чужие люди, если у нас есть Лилия, которая там периодически в одноклассниках мелькает фотографией. Как она куда-то ездит, везде у нее красиво, везде моря и пальмы и так далее. Значит, она занимается, причем занимается успешно. А раз успешно, значит, она все мне сможет объяснить. Ну и вот таким вот путем достаточно сложным. Я позвонила Лилие, вернее, не позвонила, а в одноклассниках просто написала. Говорю, Лили, вы работаете в интернете? Она говорит, конечно. И вот мы так стали разговаривать. В результате я подписалась. Подписалась. Вот. Подписалась. Но это не значит, что я сразу рванула, да? Я две недели, я вообще туго одум, можно сказать. Ариша, 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 Ариша. О, да, вот мои девчата. Я сидела две недели и думала, стоит ли мне ввязываться в это предприятие. Почему думала? Потому что я уже вам выше сказала, что первый мой опыт был не очень успешным. Но все-таки решила ввязаться. И первая регистрация у меня, по-моему, была 26 октября. Как раз вот, наверное, Катюша Свиридова была моя первая зарегистрированная девочкой. Вот. Ну, немножко давайте, раз Миша поставил фотографии, и надо рассказать о девчатах. Причем они все абсолютно разные, из разных, как бы, временных лет общения. Это все теплый рынок. Это все мои девчатки, с которыми я когда-то где-то пересекалась. С Катей мы учились в институте вместе, в педагогическом. То есть я педагог по образованию. Вот. С Леной Плющевой мы жили просто в одном доме, буквально там в одной песочнице ковырялись. Она была чуть помладше, я чуть постарше. То есть мы в принципе не общались и даже не переписывались никогда в одноклассниках. Просто вот так случилось, что она меня послушала и пришла к нам. Сюзанна. Это моя сестра троюродная. Мы видимся раз в 10 лет. Она живет там, богу, ну черт, на куличиках в селе, там, под Ершовом. Я ее последний раз видела, когда она была беременна первым ребенком. Сейчас у нее трое детей. То есть, сами понимаете, уже лет 7 как минимум больше даже прошло. Ну, Анатоль моя, Решина, ну вот единственный человек, с которым действительно мы в данный момент дружим уже 10 лет. То есть она вот, можно сказать, не теплая, а горячий рынок. Вот. Анатули умница. Анатули достигну, может быть, про достижение чуть позже. Сейчас вот смотрю вопросы у меня. Что говорила по шаблону, приглашала к Лиле? На что приглашала? На продукт или на бизнес? Так, поняла вопросы, давайте рассказываю, что я делала. Мне уже 40 с хвостиком, да? Я не особый, там, любитель лазить в чатах, в этих самых сетях. У меня, если честно, были одноклассники и Вайбер. Больше вообще ничего у меня не было, ни в телефоне, ни в компьютере. Я тупо пошла в одноклассники, девчата, мальчишки. Просто взяла, открыла список своих друзей, их у меня 300. Начала смотреть, кто в сети в данный момент находится, женского пола, честно говоря, с мальчишками, пока не разговаривала. И начала разговаривать, просто беседовать с каждым. Сначала продумывала, какую бы общую тему нам с ним обсудить. Но у меня вот, видите, есть тема для обсуждения. 40 лет родила ребенка, это как бы для женщины, ну если не подвиг, но все-таки решительный шаг. То есть вот такая вот тема для обсуждения. Потом у нас как раз тут юбилей, окончание института, юбилей, окончание школы. За это можно зацепиться. Если ничего такого нет, просто можно посмотреть фотографии человека, увидеть какие-то там интересненькие, написать комменты, и уже на фоне этой фотографии... Ариша, Ариша, Ариша. На фоне этой фотографии можно тоже завести диалог. Просить, где это, когда это, чего это. То есть надо как следует утеплиться. Как говорит Лиля, она абсолютно права. Причем утеплиться надо, не двумя словами. Да-да-да. Ну сам завяжется, я согласна, Миша, но все равно надо какую-то причину, что почему ты вот ни разу в жизни, допустим, не переписывался с этим человеком, он у тебя болтался там, в друзьях, а тут вдруг ты ему решил написать. Все равно нужна какая-то вразумительная причина, чтобы если человек задастся вопросом, а что это он мне вдруг написал, то будет на это ответ, что вот написал, потому что заинтересовался моей фотографией, или потому что вот зовет на юбилей, там, окончание школы. То есть все-таки какой-то должен быть весомый аргумент, чтобы человек не заподозрил сразу, что вы его куда-то хотите притянуть, чтобы он подумал, что вы действительно хотите с ним пообщаться. И разговаривал с некоторыми дня по два, по три, понимаете? Не сразу, что идем со мной там в бизнес. Никакого в бизнесе, даже намеку на бизнес. Ариша, ну дай маму поговорить, пожалуйста. Никакого намека на бизнес. Только когда разговор переходил в фазу нехватки денег, или плохой работы, или там еще чего-то. Вот, то есть, когда уже человек сам открывал тебе свои проблемы, именно сам, ты его как-то грамотно должен подвести, но сказать он должен, это все сам. Вашу наживочку, заглатывает, слово раба или слово деньги уже звучит в разговоре, и тогда вы пишете фразу, волшебную, коронную, которую Лилия, я думаю, всем абсолютно уже по тысяче раз написала и сказала. Кстати, моя знакомая набирает сотрудников для работы в интернете. Тебе бы не интересно было там, или есть у тебя два-три часа в день. Ну, то есть, я сейчас дословно эту фразу не помню, она может варьироваться. Пока я не знала эту фразу, я просто писала. Кстати, пока сижу в декрете, я начала неплохо подрабатывать в интернете. Тебе бы не хотелось попробовать? Кстати, вот сейчас я неправильно говорю, не хотелось бы попробовать, человек может ответить не хотелось, потому что не должно быть слова не в вашем диалоге. Так, дитя моё уже совсем раскопезничалось. Вот. Вы должны утвердительный диалог строить. Так. Какие-то будут ко мне вопросы, я не знаю, уже у меня вон девчонка раскопризничалась, что-то ещё я забыла сказать. Напомните мне. Вот про девчат, про моих, давайте чуть-чуть скажу. Катюша у меня вышла в этом каталоге на 6%, с личным заказом 158 баллов. Наташка у меня вышла на 3%, ну, может быть, мы ещё дотянем за два дня до 6%, с личным заказом 150 баллов. Ленкива тоже на 6% вышла, с личным заказом 172 балла. То есть, все девчата у меня не просто партнёры, они у меня ещё и уже участники премьер-клуба. Сюзанка не дотянула до 150, потому что, к сожалению, она сейчас в больнице с дочкой с младшей лежит, но она тоже собиралась, тоже активно начала работать. Все девчата молодцы, без них я, конечно, не справилась. Спасибо им огромное. Сколько человек в команде? Ну, на сегодняшний день, я вчера вроде вечером считала, 27 человек у меня в команде, но там есть люди, которые вот только подписались, 10 человек в этом каталоге, прям буквально на днях ещё вообще ничего не сделали. Я бужу, девчата, вот честное слово, я бужу под выгоду в кубе. Иногда они не понимают. После вводника они иногда тупят или боятся чего-то, или масштабами их испугали, то есть они ещё не осознали, что они хотят в бизнес, они думали, что им нужна моментальная, допустим, прибыль кому-то, а они даже не услышали, что можно даже на каталоге 20% заработать. Были у меня такие люди, которые вообще этого не услышали даже, что 20% мы имеем единовременную скидку сразу. Она говорит, мне деньги нужны сейчас, а вы мне говорите, что через год я там командуюсь тысячу человек, должна построить. Во-первых, мне тысячу человек взять негде, во-вторых, мне деньги нужны, которые нужны Поэтому после вводника очень вам всем рекомендую не бросать ни в коем случае. Мы иногда стесняемся и позвоним и думаем, что мы будем навязываться, человеку и так там загрузили мозги, он там думает, сидит. Вот вообще не факт, что он думает. Скорее всего, он не думает, а он решил для себя, что он этого не понял и не хочет. Вот так вот. Чаще всего вот так. Вот. А вы позвоните сразу после вводника, выясните, что он понял, чего не понял, направьте в свою сторону. Если чувствуется, что человек немножко такой недалекий, ну как бы сказать, не звездный, что в бизнес ему даже слово такое как бы не особо интересно, вы его направьте на теплый рынок, вы его направьте на каталог, вы его направьте на этот 20% скидку, а сами скажите, что в это время будете строить команду, периодически напоминайте ему, что команда уже там 5 человек, 10 человек, что если ты вот сейчас уже подналёг, ты бы уже получил там 2000 рублей с команды. То есть надо каждому человеку какой-то подход. Кто-то тупит, у меня девчонки, и так как мне 40, значит, девчонки у меня скорее всего тоже как бы в возрасте, кто-то пугается, в первый урок заходит, пугается слово инстаграма, аккаунты, всё сразу испугалась, закрыла, и мне звонит Наташа, я передумывала, я не буду заниматься. Почему? Потому что я ничего в этом не понимаю, говорю, в чём ты не понимаешь? Вот, вот такие слова, я поняла, у меня и времени нет, и компьютер у меня дочь заняла, и вообще, короче, куча отмазок мне, я и на пальцах начинаю объединять, опять же, этот каталог, то есть, ко всем разным, кто-то идёт в бизнес, а кто-то идёт просто 20%, понимаете, понимаете, им даже этого достаточно, а если ещё под ними команда вырастет, и ты им покажешь ещё одну выгоду, они, может, тогда ещё лучше заработают. Вот девочка, которая сказала, что инстаграма и так далее, она боится и не будет заниматься, когда я её переориентировала на каталог, она мне в этом каталоге уже 75 баллов сделала, а могла бы сделать не одного, понимаете, надо их обязательно сопровождать, надо обязательно за каждого своего человека нести ответственность, без этого никак нельзя, я сначала думала, вот Лили там собеседует, подпишет, и всё, и всё пойдёт как по маслу, да нифига не пойдёт как по маслу, если вы их бросите, они будут сидеть и чувствовать себя брошенными, вы будете не звонить, бояться, что вы будете навязываться, а они будут сидеть и думать, что они никому не нужны, они может быть будут думать, что как в пирамиде, у нас здесь платят за количество человек приведённых, как в пирамидах, приведи 5 друзей, там получишь 1000 рублей, у нас же это совершенно не так, у нас хоть 100 друзей приведи, ты ни копейки не получишь, если эти друзья не начнут работать, вот, а чтобы они начали работать, вы их должны сопровождать, вы должны им звонить, вы должны их подстёгивать, а давай-ка посмотрим каталог, а давай-ка открой, сделаем, попробуем первый заказик, а для чего тебе сделать заказик, а для того, чтобы у тебя пришёл бумажный каталог, и ты уже с бумажным каталогом могла своей семье, своим друзьям показать, ты же не всех можешь к своему компьютеру подвести, чтобы они полистали, вот так вот мы с ними общаемся, понимаете, а как привела в команду, ну, не знаю, звала просто, может быть, они мне доверяют, может быть, я их уже достаточно для многих, как бы, ну, неуважаемый, как это сказать, ну, поняли меня, что они просто, ну, просто люди, если я зову, они куда-то идут, может быть, это какая-то моё личное, да, во вторе, совершенно верно, Анатолий, я для тебя в авторитете, да, спасибо, не знаю, что ещё сказать, что ещё сказать, спросите меня о чём-нибудь, зато я уже мысль потеряла, ребёнок от меня отстал, так, спасибо огромное, неужели правда, Ирина, на многие вопросы это хорошо, это хорошо, ближайшие планы с командой, ой, ну, на этот каталог не знаю, какие планы с командой, доделать каталог, уже я не на чё особо, не ставлю тут планы, не знаю, не могу сказать, а следующий каталог, конечно, хотелось бы выйти на 12%, подтянуть своих девчат к себе, чтобы девчата на проценты выросли, кто был на 6, чтобы стал на 9, ну, всем, всем вырасти, а те, кто не раскачался, раскачать, планы такие, поступательные, конечно, директорами пока не планируем стать, мы будем постепенно штурмовать эту гору, а мы и так уже перевыполнили, я уже писала, или кто там писал, что я вообще планировала только на 6% выйти в этом каталоге, а получилось 9, уже мы все планы перевыполнили, уже мы молодцы, всем спасибо за внимание, надеюсь, что первый раз я тут смогла что-нибудь нужное до вас донести, буду рада, если кому-то смогла помочь, всем успехов, всем хороших ключевых партнеров, больших заказов, а самое главное, уверенности в себе, если что, пишите, звоните, всегда помогу, если надо, советом, делом, чем угодно, всего доброго. Спасибо большое, Наташа, потрясающее выступление, получился такой вот просто замечательный дебют, и вместо буквально 5 минут выступления ты зажгла, зажгла на нашей планерке практически целый семинар. Супер, я уверен, что всем понравился твой опыт, твой метод работы, те инструменты, которыми ты пользуешься, это общение с теплым рынком, и просто человеческое общение с людьми, я уверен, что многие это услышали и также начнут использовать в своей работе. Ведь сетевой маркетинг это общение, это просто общение, дружественные отношения, мы никого, мы не строим из себя начальников и не работаем с вами как с подчиненными, мы не кричим на вас матом, не ругаемся за невыполнение того или иного плана, хотя могли бы, здесь уже наш бизнес строится на общении, на рекомендациях. Своим опытом, своим примером мы показываем нашей команде и всем окружающим людям, как мы можем красиво и активно, здорово, позитивно жить эту прекрасную, одну единственную у нас жизнь. спасибо большое Наташа, спасибо большое всем партнерам, у нас с вами два дня еще впереди, два дня для того, чтобы выполнить и перевыполнить свои планы. Вот Наташа говорила, то что план на каталог она ставила консультант 6%, а сейчас у нее уже менеджер 9% и еще будет гораздо больше результат с запасом. Все говорит о том, что с командой мы можем гораздо больше результатов достичь. Именно с командой. Стивовый маркетинг это командный бизнес, командная работа. Набирайте свою активную команду, ищите своих ключевых партнеров и скоро будем уже вас озвучивать в новых результатах, новых званиях тех тысячах долларов, десятков или даже сотнях тысяч долларов премии, которые вы будете получать. Еще раз спасибо. Буквально пару минут музыкальная пауза, и мы встречаемся снова в данной вебинарной комнате на очень важный семинар «Работа с информационным листом». Не прощаемся.